На протяжении веков загадочные и пророческие Катрены, написанные Мишелем Нострадамусом в XVI веке, очаровывали людей во всем мире, и не только из-за нашего непоколебимого интереса ко всему паранормальному, но и потому, что так часто сбывались события, предсказанные Нострадамусом. Мир полон провидцев и медиумов, но ни один из них не продолжает удерживать общественный интерес и коллективное воображение, как это сделал пророк Нострадамус в своих закодированных четверостищах, так, чтобы их полный смысл был понятен только будущими поколениями, которые готовы использовать знания во благо. Как гласит летопись, Мишель Нострадамус родился за два дня до Рождества Христова, 14 декабря 1503 года, по юлианскому календарю или 23 декабря по григорианскому, в городе Сен-Реме де Прованс на юге Франции, в семье евреев Сефардов. Его отцом был Жан де Нострадам, нотариус, работавший на правительство в Провансе. Мать Мишель звали Рене де Сен-Реме, она была из семьи известных врачей. Еврейское происхождение семьи Нострадамуса поставило их в затруднительное положение, поскольку еврейский народ подвергался жестоким преследованиям во Франции в средние века. Правительство издало указ, который давал право евреям в трехмесячный срок отказаться от своего вероисповедания в пользу христианства. В противном случае они будут изнаны из страны, а их имущество будет конфисковано. Многие так и сделали, в том числе и человек из Сен-Реме по имени Ги Гассоне, дедушка Нострадамуса по отцовской линии. Он и его семья приняли христианство и новое имя Нотр-Дам от современного французского слова Нотр-Дам или Нос-Традамус в ее латинской версии имени, что означает Богоматерь. Это важный религиозный праздник того времени, который отмечался 25 марта. Таким образом, они стали приемлемы для общества. Теперь Ги Гассоне принял новое имя Пьер де Нотр-Дам. Жан де Нострадам, отец Мишеля, был нотариусом. Это занятие тогда имело важное значение, так как большинство населения было безграмотным, в том числе среди высших кругов. Они не могли написать даже свое имя и полностью зависели от нотариуса, которого вызывали для самых разных услуг. От написания любовного письма до оформления права собственности. Его сфера деятельности была обширной и включала в себя почти все вопросы бизнеса, которые не требовали большой юридической практики. Из детства Мишель известно, что он получил раннее воспитание своего деда по материнской линии, доктора Жана де Сен-Реми. Он основательно обучил своего внука латыни, математики и астрономии. Легкость, беглость письма и разговорная речь по латыни тогда имели первостепенное культурное значение, потому что это был язык, используемый учеными и обществом. Его обучение и интерес мальчика вскоре вывели его знания далеко за пределы его возраста. Он умер, когда Мишель был еще подростком. Потеря деда была его личным горем. В 1518 году, когда ему было 14 лет, Мишель отправился учиться в Авионский университет, один из старейших учебных заведений Франции, впервые основанной в 1303 году. Там он начал изучать грамматику, риторику, логику, арифметику и астрологию. Известно, что почти все образовательные программы в Европе того времени были в значительной степени сосредоточены на риторике и логике, а также на произведениях греческих и римских писателей, в том числе учениях Аристотеля и Цицерона. В 1519 году в городе разразила чума, и Мишель после обучения в Авионе по настроению своего отца решил стать врачом. Последующие 10 лет его жизни прошли в непрерывных путешествиях с целью узнать и выучить истоки и происхождение растений, касающиеся вершины медицинской науки. И в 1529 году он поступил на медицинский факультет в Монполье, один из самых известных университетов для научных исследований во Франции. У Мишель было слишком мало времени, чтобы наслаждаться студенческими годами. Ему был всего 21 год, когда разразилась смертоносная чума, пустошившая большую часть юга Франции. Факультет медицины за свою долгую историю был вынужден закрыть свои двери, как и все другие учебные заведения в Монполье. Врачи были беспомощные. Некоторые из них были напуганы так же, как и простые люди. Не было эффективных знаний и лекарств для борьбы с неизвестной заразой. Позже врачи выяснили, что заражение распространяется через прикосновение или воздушно-капельным путем. Чтобы защитить себя, они стали затыкать нос ваты, одевать защитную одежду и очки. Не было никаких мер и условий для изоляции заболевших чумой. Чтобы подавить всепроникающую вонь от гниения мертвых, зажигали благовония. Будучи молодым студентом-медиком, Мишель отправился в пораженную болезнью сельскую местность, где врачей практически не было. Для борьбы с чумой он использовал лекарство, которое изобрел сам. Оно состоял из смеси лепестков роз, опилов зеленых кипарисов, гвоздики, аира и алоэ, которое давало нужный эффект лечения. Со временем это принесло Нострадамусу известность на юге Франции и репутацию врача, который успешно лечил людей от чумы. На тот момент он еще был студентом, и у него не было диплома врача, чтобы официально заниматься врачебной практикой. Теперь, после четырехлетнего перерыва, в течение которого он стал знаменитостью, Мишель решил вернуться в Монпелье, чтобы закончить обучение и сдать выпускные экзамены. Он успешно защитил диссертацию и отныне стал доктором де Нострадам. Он получил полную лицензию на медицинскую практику в возрасте 26 лет. С этого момента Мишель начал писать свою фамилию в латинской транслитерации, как Нострадамус. В 1534 году он снова отправился в странствия, в ходе которых познакомился с известным ученым Жулием Цезаром Скаллигером. Это знакомство сильно повлияло на мировоззрение Нострадамуса. В дальнейшем Скаллигер предложит ему обосноваться в уютном городе Ажен во Франции, где он женится и у него родится двое детей. Вскоре в его жизни начинается черная полоса. Уже в 1537 году от чумы в Ажене погибают его жена и дети. В это время он был вдали от дома и лечил людей от болезни. Он поссорился с своим другом Скаллигером, который впоследствии пытался отравить Нострадамуса и обвинить его в скрытом иудействии. Скорбя о своей утрате, Мишель отправился в долгое паломничество в качестве врача, леча чуму собственными методами на обширной территории Франции и Италии. С 40 годами он вернулся в свой родной город Сен-Реме-де-Прованс, где он поселился и встретил свою вторую жену, Анну Пансард-Жемелье. И от этого брака у них впоследствии родится 6 детей. В эти годы Мишель Нострадамус начал больше интересоваться астрологией и пророчеством, поскольку это было очень популярно и почетно. Поэтому, скорее всего, он просто выдавал себя за астролога. Известно, что врачи 16 века были среди ученых, которые с готовностью принимали астрологию и использовали ее в своей работе. Медицинскую астрологию также преподавали в престижных университетах. Именно астрологию Нострадамус использовал для подготовки своих пророческих предсказаний, истоки которой относят к Вавилону около тысячи лет до нашей эры. Успех Нострадамуса в пророчестве объясняется тем фактом, что он избегал всякой упорядоченности, будь то хронологической или топографической, и почти полностью воздерживаясь от категорических утверждений. Он предложил гениальную систему гадания, в которой промахи никогда не могут быть записаны, а на поверхность выходят только попадания. Для репутации будущего пророка такие условия, естественно, были идеальны. В 1555 году Нострадамус опубликовал свой первый астрологический альманах с его первым изданием «Центурии», содержащее 353 катрена. Это были рифмованные четырехстрочные стихотворения, которые предлагали весьма двухсмысленные пророческие утверждения о том, что может произойти в будущем. Пророчества Нострадамуса интерпретировались безграничным числом способов. Затронутые им темы были разнообразны, но имели тенденцию к политическим и социальным событиям. Трудно было указать хронологическую последовательность событий в будущем, и любая путаница в этом вопросе была неизбежна. Нострадамус, возможно, жонглировал порядком, что еще больше замаскировал идентификацию и значение своих предсказаний. В его пророчествах кажется, что антихрист всегда близок. Для разных поколений были разные антихристы. Наполеон сменялся Гитлером, которого, в свою очередь, вытеснил Каддафи. Обнаружить подлинность в пророчествах Нострадамуса было невозможно, так как каждый вкладывал в них свой смысл и суждение. Собственное здоровье Нострадамуса в последние годы его жизни стремительно ухудшилось. Он страдал столь распространенным в то время недугом, как подагра. Мишель чувствовал, что конец его жизни уже близок. И в июне 1566 года он вызвал нотариуса для составления своего завещания. Вскоре после недели мучений 2 июля в своем родном городе Салан-де-Прованс Мишель Нострадамус умер. Ему было 63 года, почтенный возраст для человека 16-го столетия. По меркам того времени он был умеренно богат и оставил своим наследникам имущество, которое указывает на то, что он был успешным в своем профессиональном ремесле. На мраморной плите над его могилой высечена надпись. Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звезд, будущие события всего мира. После смерти Нострадамуса прошло уже много времени. Мистическое внимание к нему и его пророчествам приковано по сегодняшний день. Причина кроется не только в его прогнозах, сколько в человеческом сознании. Едва ли не главной чертой его трудов был негативный оттенок предсказаний. Работы Нострадамуса затрагивают тему воин, убийств, разрушений и катаклизмов. Подобная тематика интересует общество более всего. Нострадамус стал известен во всем мире также благодаря тому, что его последователи и ученики сделали все, чтобы труды их наставника были опубликованы и стали достоянием общества. Несомненно, для своего времени Нострадамуса можно считать эрудитом. Его интересы охватывали самые разные аспекты. Помимо прочего, Нострадамус увлекался толкованием иероклифов и клюнарии. Но его имени было не суждено стать рядом с именами выдающихся деятелей эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи или Николай Коперник. Нострадамус был отдан на откуп дешевой сенсации. В его пророчествах люди до сих пор тщетно пытаются найти то, чего он никогда не подразумевал. Он, как и многие его современники, был эзотериком и верил в мистицизм. Но едва ли в его произведениях есть нечто сверхъестественное, в привычном для нас понимании. Нострадамус был убежден в правильности своих прогнозов. Он осознавал, что история развивается циклично, по спирали. Это помогало ему предвидеть события будущего. К тому же Нострадамус также обладал мощной интуицией. Как бы то ни было, одно можно сказать с уверенностью. Нострадамус был умным, образованным и разносторонним человеком.